Сейчас в Думе рассматривается как раз вопрос о реновации по России, но я считаю одно, что опыт Москвы переносить, в том числе на Екатеринбург, просто невозможно. Москва находится в особых условиях, постоянно рост численности населения, и, к сожалению, приходится решать проблему так, как можно решать в Москве, повышая плотность застройки, причем настолько, что слово «реновация» уже не совсем подходит. Все-таки реновация, если посмотреть в толковый словарь, это улучшение, это реконструкция. А здесь, конечно, получаются новые крупные жилые массивы, которые никакого отношения к слову «реновация» не имеют. Поэтому я считаю, что у каждого города свои проблемы. Вообще-то, честно говоря, я не понимаю, почему мы все так не любим пятиэтажку. Это, кстати, очень неплохая масштабная застройка. Зависит от того, как ты, кто в ней живет. Если я, например, холостяк, и у меня есть двушка, пускай даже с маленькой кухней, да, в пятиэтажке, мне будет вполне комфортно. Поэтому я считаю, надо смотреть конкретные социальные условия того или иного города, и после этого принимать решение. В первую очередь здесь надо сделать так, чтобы памятники архитуры и средовую историческую застройку в первую очередь защищали законы. Мы люди такие. Я могу привести московский пример по особо охраняемым природным территориям. Когда мы почти всю зелень в Москве обозвали этим красивым словом, особо охраняемая природная территория, и это сразу попало в рамки закона, то, соответственно, ни одного нарушения больше не было. Потому что с прокуратурой как-то не очень хочется связываться никому. Поэтому, если памятники защищены законодательством, то все можно делать вполне... Надо просто любить ту территорию, где ты проектируешь. Вот и все. Я здесь как бы един в двух лицах. С одной стороны, как генеральный директор АО НИД строительства, с другой стороны, как президент Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук. Поэтому у меня как бы здесь есть две песни, в которые я участвую. Первое. Большое количество сотрудников НИД строительства участвует, будем так, в вопросах прочности. Как говорил Великий Ветровий, архитектура – это прочность, польза и красота. Причем красота на третьем месте. И вот как раз такая большая делегация НИД строительства здесь обсуждает вопросы фундаментов, конструкции, применения новых материалов. И этот стержень, мне кажется, он хорошо уже задан, и не первый год. И это очень важно. Потому что те люди, которые уже отработали свои на высотных комплексах, это люди совсем другой, новой школы. И им есть, что перед недаром, когда выступают такие специалисты, зал битком, даже невозможно сесть. Ну а второе направление – это уже направление архитектуры. И мне вчера участвовал в таком мероприятии, как Уральская архитектурная школа, где уже коллеги-архитекторы обсуждали такой вопрос. А нужен ли городу главный архитектор, и какие у него должны быть функции? Я все-таки сам 16 лет был главным архитектором в Москве. Для меня всегда, я сравниваю себя с лесником. Он отвечает за лес, чтобы хорошо было белочкам, зайчикам, кабанам, медведям, всем обитателям. В городе же тоже разные обитатели. Есть и белочки, есть и кабаны, есть вообще другие твари. Сделать так, чтобы всем им было, у каждого была своя или лежанка, или дупло, или хатка, если ты бобер – это очень важная вещь. Потому что, к сожалению, очень часто на лес смотрят по-другому, как на место, где есть дрова, мясо и шкуры. Вот как раз задача архитектора, как лесника в лесу, главного архитектора – защищать именно интересы сообщества. В разных городах по-разному, к сожалению. Я одно могу сказать, что, например, в Москве нормальный генплан проработан. Насколько я знаю, в Екатеринбурге тоже. Вопрос другой – соблюдение генерального плана. И вот в данной ситуации, конечно, бывают и некоторые нарушения, которые нежелательны. Поэтому здесь, опять же, все зависит от личности мэра, от личности команды, вернее, от команды тех, кто, что хотят получить от города, понимаете, ради кого работают. Ради строительного комплекса или ради жителей. Это совершенно два разных подхода. Ну, я бы разделил сразу ее на две части. Там есть проблема с жилым домом, кажется, улицы Липенехта. Это хозяйственная задача, и я не хотел бы ее обсуждать. Всегда, когда ты начинаешь работать в историческом центре, возникает вопрос. Здесь вопрос договоренности города и жителей. Все можно решить мирным путем. Если как-то не будут вмешиваться всякие политические силы. С точки зрения размещения, ну, не знаю, на мой взгляд, проект, который выполнен, да, мастерской Захи Хадид, он немножко агрессивен по архитектуре. Потому что, в принципе, его размещение с выходом на три улицы, на улицу Ясняшева и Стругенева, на улице Первомайского и лидера рабочего движения Липенехта, в принципе, довольно разумно. Во-первых, но, когда я смотрю на улицу Карта, да, вот эту улицу, я все-таки, для меня главное там храм. Тот, который держит не площадь, вот с одной стороны, значит, здание водоканала, кажется, да, с другой стороны, здание филармонии, и эту перспективу замыкает храм. Вот храм все-таки должен остаться главным. Я бы посмотрел, чтобы не было агрессивности в архитектуре. А в принципе, ну почему нет? Почему нет? Надо соблюсти этажность, да, разумно. А можно даже получить три площади. Там, где сад Вайнеров, да, кажется, да, там можно вполне получить одну площадь небольшую, которая выходит на Тургеневскую, довольно симпатичная площадь. Может выходить на Первомайскую. И я бы рассматривал этот кусок Карла Либнихта, да, как еще формирование одной площади. Со спины храма. Со спины храма. Со спины храма. Со спины храма. Продолжение следует...